Хей, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мобильный канал снова! Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео по многочисленным заявкам вас, моих дорогих подписчиков, мы сегодня будем смотреть, что у меня находится в моем ящике с косметикой. Иногда я смотрю на свою косметику, и мне кажется, что у меня ее много, но мне кажется, что если расположить ее нормально, организовать лучше, то это не будет смотреться настолько неряшливо, неправильное слово, наверное, но в общем не будет смотреться настолько непрезентабельно. Я даже не знаю, если честно, будет сегодня ли какой-то деклатор, мини-деклатор, но я этого не исключаю, потому что, мне кажется, я туда давненько не заглядывала и не проходила с ревизией того, что я использую и что я не использую, потому что, опять же, косметика, она имеет свойство портиться, и я уверена, что мы найдем те вещи, которые я скажу, я не буду пользоваться ими, ну и как бы зачем хранить косметику, которая, да, не приносит ее удовольствие и не используется. Уж лучше ее отдать людям, которая она будет гораздо более нужна. Поэтому, да, ребят, надеюсь, вам понравится это видео, очень надеюсь на это, я немножко нервничаю, но, в общем, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно ваша активность и располагайтесь подобнее, но мы начинаем, поехали! И вот так выглядит моя сокровищница, место, где я храню всю свою косметику. Так, в первом ящичке у меня находится косметика, которая либо новая, либо я получила ее недавно в бьюти-боксах, а у меня их три, или косметика, на которую я хочу обратить чуть больше своего внимания, прям вот я понимаю, что, ага, я не использовала это очень долгое время и нужно бы начать, потому что, опять же, косметика, она имеет свой срок годности. Здесь мы видим палетку, палетку, я извиняюсь, палетку от Seat, The Velvet Palette, я получила ее в бьюти-боксе, по-моему, Ипси, и я хочу показать скоро ее на своем канале, потому что она реально очень интересная, в ней такие красивые цвета. Когда я смотрю на эту палетку, у меня сразу возникает такое чувство, что я хочу сделать какой-нибудь невероятно милый макияж, невероятно красиво смотрятся эти волнистые рефилы, супер мило, обязательно с ней что-нибудь сделаем. В этом первом ящике я храню все свои три палетки от Makeup by Mario, к сожалению, к большому сожалению, я не так часто пользуюсь ими, однако первое время я очень любила пользоваться вот этими матовыми оттенками, они шикарные. Эти матовые оттенки, они очень легкие в использовании, очень легко растушевываются и можно создать совершенно любой макияж от дневного до вечернего. Вот, а здесь это у нас металлики, да, металлики очень прикольные, кстати говоря, мне нравится особенно вот этот цвет, смотрите какой он пигментированный и красивый. В нем не так много блесток, но в нем есть какая-то своя красота, какой вот у нас красавец он. Дальше у меня здесь палетка от Наташи Динона, которую я сегодня, кстати, использовала в своем луке на глазах, мы получали ее в Ипси, нет, мы получали ее в боксе Чарм, это прикольная палетка, но я бы, наверное, добавила сюда какой-нибудь более светлый матовый оттенок, потому что, ну, этот белый, он слишком, слишком светлый для такой хорошей растушевки. Эта палетка, она лимитированная и мне кажется, что скоро нужно будет ее куда-то девать, что-то с ней делать, отдавать кому-то, потому что использовать то, что другие люди не могут достать, это как-то немножко не очень. Дальше палетка от Наташи Динона, это моя любимая палетка, я ее обожаю. Как вы можете видеть, здесь образовалась очень такая хорошая яма, это значит, что этот оттенок, он самый любимый, мой понятное дело, он супер красивый, это, наверное, один из самых классных бронзовых оттенков, которые у меня когда-либо были, смотрится идеально, он смотрится красиво, и эта палетка на самом деле просто идеальна для создания ежедневного образа, обожаю ее. Это палетка с пудрами для бровей, мы находили ее в бьюти боксе от Бокси Чарм, и мне нравится эта палетка, она прикольная, правда, оттенки, они слишком рыжеватые. Если вы помните, мы получали кисточки, это было в Боксе Чарм, я до сих пор их не использовала, кисточки прикольные, кстати, нужно их как-нибудь использовать в одном из видео. Дизайн выше всяких похвалов, просто посмотрите на это, как это мило. Кстати, ребята, вот эти капли я купила вчера, и это супер классная вещь, если у вас глаза постоянно красные, или вы, допустим, хотите выглядеть очень хорошо на камере. Эти капли для глаз от Lumify, они не сушат ваши глаза, как это делает Визин, только одной капли достаточно на то, чтобы эффект был в течение 8 часов оставался. Купила ее по рекомендации блогера Juicy Jazz, и, в общем, я уверена, что многие ютюберы используют это. Когда я сегодня их использовала, я была просто в шоке, насколько глаза становятся такими отдохнувшими, как будто вы спали 12 часов подряд. Супер классная вещь, лучше Визина. Здесь у меня в закромьях, если я правильно выражаюсь, находится большое количество палеток. Это у нас все корейское, кстати, мне очень понравилась эта палетка, я использую ее уже не первый раз. Это, наверное, знаете, та самая палетка, на которую ты смотришь, и ты думаешь, что это вообще такое, ну неинтересно же. Но, ребята, здесь просто невероятно классный, потрясающий, шикарный шиммер. Это, наверное, самый лучший шиммер, который когда-либо пробовала, видела или чувствовала. Просто сравните хотя бы пигментацию, да, теней от Марио или пигментацию вот этих теней. Ну, разница, она на самом деле на глазах очевидна. То, что я использую всегда в уголках глаз, и также то, что я обожаю наносить как акцент на глазах, вау. Это мы недавно разбирали с вами, корейский, корейский бьюти-бокс. Вот корейская селебрити, как вы можете видеть, я использую именно тушь сейчас, чаши всего. Дальше у меня здесь находятся блески от NYX, которые я купила, может быть, дней 5 назад или 4 дня назад. Потрясающе классный оттенок. Я даже иногда, я, кстати, не люблю почему-то выкидывать упаковку сразу, а вот в этот раз так же. Просто посмотрите на этот оттенок. Мне очень понравился именно этот оттенок. Сейчас почему-то я стала тянуться более на розовые оттенки в помадах или в блесках. Неземной красоты пигмент, хоть блески от NYX, они могут быть липкими, но они очень комфортны в носке, и у них очень так же приятный вкус и аромат, тоже мне нравится. Здесь мы видим тени от NABLA, это их коллекция, по-моему, с прошлого года еще. Я использовала их, может, пару раз. На каждый день это не та палетка точно. Да и праздников не так много было, на которые мне хотелось бы возиться вот с такими, знаете, как скрабирующими частицами блесток. Ну, это реально не очень прям классная задумка была в плане того, насколько острые здесь вот эти вот частицы блесток. Вот, не знаю, я не знаю, что сказать в этой палетке. Немногим людям она, кстати, понравилась. Она не должна здесь быть у нас, потому что здесь у нас все в основном для ежедневного использования. Здесь у нас находится, что-что-что-что это? О, это очень классные тени, кстати, от Makeup by Mario. Очень многие люди говорят, что это хайлайтер, потому что Mario пишет на упаковке, что это хайлайтер, но это не так. Этот продукт лучше всего работает именно как тени, потому что у него очень такой, ну, странный, немножко необычный пигмент для хайлайтера. Он не будет вам давать никакого мокрого блеска, и он, в общем, да, это не тот продукт, который использовать нужно на щеках. Поэтому я обожаю использовать его как тени. Изначально, кстати, когда я делала обзор этого бренда нового, я пошла в Sephora, я купила этот продукт, и когда я пришла домой, он был разбит. И я специально поехала в Sephora, и я заменила те разбитые тени на неразбитые тени. Настолько мне понравилась формула, понравилось, как это смотрится на глазах. Очень такой, дает дорогой и в то же время минималистичный блеск. Очень-очень нравится. Это у нас продукт от Milk Makeup. Это их обновленный тинт для лица. Старая версия вышла где-то полтора года назад, и вот они вышли с новинкой. Я решила взять и протестить, что это вообще за вещь, потому что здесь очень интересный аппликатор. Он как шариковый получается, да. Я покупала, кстати, эту основу на боксе Чан, когда у них был поп-ап. Что-то вроде ты можешь купить макияж, все что угодно, даже косметику, уход за кожей за очень небольшие деньги. Это у нас, по-моему, хайлайтер. О, нет, это у нас румян, который, кстати, у меня еще даже не открыт. Я получала его, опять же, в одном из бьюти-боксов. Знаю, что у меня столько румян, и я, возможно, хочу, допустим, передарить кому-то. Возможно, они слишком розоватые для меня. В общем, я еще не решила, но вполне возможно, что так это и зайдет. Это у меня также неоткрытые продукты. Это у нас тинт для губ от бренда Floss. Мы получали это также в бьюти-боксе. Я не открывала, даже только свочила немножко. Это тени, которые мы также пробовали, которые мне не очень, по-моему, понравились. Получается, это не должно быть здесь, потому что здесь у нас все для ежедневного использования. Жидкие тени от нового бренда About Face. Мне не очень понравился, кстати, здесь свет. А это у нас палетка от Buxom White Russian. Она здесь находится, потому что я хочу ей больше пользоваться, но именно румяна мне здесь гораздо больше симпатична, чем, наверное, тени. Хотя с этими тенями создавала очень даже такой нормальный, красивый, гламурный образ. Румяна, ребят, это то, что делает эту палетку. Мне нравится, по-моему, особенно даже вот этот цвет гораздо больше, чем все остальные. Очень естественно и мило смотрится. И теперь давайте немножко переорганизуем наш первый ящик с косметикой. Дальше, во втором ящике, мне кажется, у нас находится много ерунды. Когда я открываю его, мне кажется, что я вижу просто какой-то рандомный набор непонятной косметики, которая, я не знаю, даже нравится мне. И которую я, кстати, даже не использую, если быть честной. Первое, чем я хочу начать, это вот такие палетки от Эльфа. На самом деле вот эта палетка, она очень даже симпатичная, если так посмотреть на нее вблизи. Она реально интересная. И я не пользовалась ей с того момента, как я сняла видео про Эльфа. Это было когда еще в начале моего пути на Ютюбе. А я, наверное, знаете, положу ее куда-нибудь, где все мои остальные палетки с румяными находятся. А вот эта палетка с бронзером, я тоже ей не помню, даже когда пользовалась. Она красиво смотрится, но срок годности у нее мне очень интересно, какое здесь. Непонятно, какой срок годности, поэтому я даже, знаете, подумаю, что мне с ней делать, потому что здесь ей определенно не место. Дальше мы видим большое количество тушей. Да, тушей, правильно же. И вообще, да, и помады. Помады, которые я точно не использовала очень давно. Эти помады, наверное, я все-таки переложу в другое место, где все мои остальные помады. Кстати, этот цвет, посмотрите на него, какой он красивый. Напоминает мне такой вамп стайл. Это, кстати, помады, по-моему, с кофем, если не ошибаюсь. Вау. Хо-хо, вот это, вот это нормальный такой цвет. Очень интересно смотрится. И эта матовая помада, мне кажется, я даже не пользовалась им в течение года уже точно. А он здесь все лежит и лежит. Дальше, дальше. Помада от By Terry. By Terry, кто как называет. Очень такой яркий цвет розовый. И я ей тоже не пользовалась. Давно причем. Ааа, стыдно, стыдно. Так, помада, помада, господи. Тушь от Wonder Beauty. Я получала, по-моему, ее в Beauty Box, если не ошибаюсь. Они очень любят класть бренд Wonder Beauty. Раньше, по крайней мере, любили. Если не ошибаюсь, эта тушь, она очень хороша на нижних ресничках, потому что она не осыпается, как, например, другие туши, что очень здорово. Я, по-моему, даже не открывала ее, поэтому я, скорее всего, ее даже подарю кому-то. Тушь от Анастасии Берли Хилси. Я ее даже не открывала. Опять же, что очень печально. Ну, как печально? У меня столько туши открытых, что мне пока что, если честно, нет резона открывать какую-то новую тушь. Знаю, что срок годности туши обычно где-то около 6 месяцев. Палетка от Charlotte Tilbury. Я не использовала ее очень давно, надо сказать. Это палетка Fire Rose, она называется у нас. И эта палетка, она, если не ошибаюсь, была в лимитированной коллекции. И я смотрела одного блогера, канадского блогера, и она говорила, что какими-то окольными путями она как получила эту палетку. Получается, что мне очень повезло, что я успела охватить эту палетку, потому что, ребят, шиммер, вот этот вот, он такой красивый, он так потрясающе блестит на ваших глазах. Они еще такие мягкие. Да, я определенно не жалею, что я купила ее. Так вот смотрятся эти шиммеры. Ее я положу в мою палетницу с другими палетками, если есть такое слово. Палетка для лица от Barbie. Вернее, от Perf, коллаборация с Barbie. Это потрясающе красивая палетка. Здесь есть все те оттенки румян, которые вы только могли хотеть, чтобы они были в одной палетке. И это прикольная палетка, но мне кажется, что иногда, когда я использую ее, я не знаю, может, у меня кисть грязная все время в других румянах, но чаще всего я, например, не получаю тот оттенок, который я вижу в этой самой палетке. То есть, например, этот оттенок, он должен быть таким приглушенным, холодным, розовым, но чаще всего я не вижу этого оттенка. Вот странно. Дальше мы видим палетку от Fenty Beauty. Сейчас я смотрю на эту палетку и понимаю, что она выглядит сухой. Нет ощущений, что ты смотришь на, допустим, вот эти шиммеры, и ты такая, вау, я хочу их нанести на мои веки прямо сейчас, как, допустим, это происходит с палеткой от Charlotte Tilbury, не так ли? Я не пользовалась ей давно достаточно, да, и не могу сказать, что я к ней тянусь так, как, допустим, если я тянусь к Таше Динони или тоже самое Charlotte Tilbury. Поэтому я думаю, что с ней нужно что-то сделать определенно и разобраться. И дальше у меня здесь какие-то маленькие тюбики с непонятно чем. Это у нас помада гигиеническая от бренда Fresh. Она неплохая, прикольная, но просто я не помню, когда последний раз использовала гигиеническую помаду, если честно. Это, конечно, может пойти в другой какой-то уголок у нас. Эти все продукты я вообще не использую. Мне иногда гораздо больше хочется посмотреть, как шиммер ведет себя в естественной среде, и без всяких таких, знаете, клейких праймеров. Этот бальзам я, скорее всего, отдам кому-то, потому что я даже не открывала его, понятное дело. А у меня бальзамов сейчас очень много, и у меня, к тому же, есть самый любимый бальзам, который мне пользуются каждый день. И это праймер, опять же, липкий. Такой же принцип, как и у праймера от NYX. И мне тоже ни разу не пользовалось. Я вижу тут тушь от Ивроше. Я ей тоже не пользовалась, потому что, опять же, у меня столько открытых тушей. Что же? А, у нас тут еще другая тушь. Ее я тоже не открывала, пока еще и не буду. Столько тушей, столько тушей. Бальзам от ELF. Смешанное впечатление у меня о нем, потому что я ощущаю такую прям конкретную липкость. И мне не очень импонирует вкус этого бальзама, когда я наношу его на губы, хотя многие американские блогеры просто в восторге, и все такие, ура, ELF, бальзам, да. Что-то там 5 долларов он стоит, по-моему. Наверное, поэтому его все так обожают. Но он реально хорошо смотрится, но он липкий. Тени от MAC, однушки. Все эти тени, кстати, мы получали в этом бьюти адвент календаре. Просто в бьюти адвент календаре. И я даже, по-моему, не трагивалась ни до одной из них. Знаю, что этот оттенок очень будет хорош, как подводка использовать эти тени. Называется он у нас Carbon. Я не знаю, возможно, даже я отдам их, потому что, да, они мне не очень импонируют. И эти два оттенка, мне кажется, они будут работать очень здорово вместе. Может быть, мне нужно начать им пользоваться. Или же передарить, потому что я не вижу, чтобы я использовала вот эти тени прям до конца. Наверное, все-таки я предпочитаю палетки, чем такие однушки. Дайте мне знать, ребята, если такие тени, они хорошие. Может быть, стоит начать их или нет. Вот, начать пользоваться или просто начать. Мой русский. И это однушки от MAC из их коллекции, на которые я делала обзор перед Новым годом. Она называется, по-моему, Firework Collection. И это неплохие тени, но не могу сказать, что они и хорошие. То есть, да, это... Кстати, нет, пигмент прикольный у этих теней, надо сказать. Он прям дает такой какой-то дуохромный эффект. Это красиво смотрится. А вот эти тени, по-моему, мне не очень понравились. Хоть они очень прям красивые, многообещающие. Ну да, это обычные такие, знаете, шиммерные тени. Ничего прям в них необычного нет. Поэтому, наверное, все-таки оставлю их. Потому что, почему нет? У меня нет таких красивых розовых теней. Я заплатила за них полную цену, хотя через полмесяца они были уже на распродаже. Итак, сейчас я как-то попытаюсь организовать это место хранения. И вы посмотрите, как я это сделаю. Мне кажется, это все. Мне кажется, этой организации достаточно, потому что вот эти все средства, которые вы сейчас увидите наверху, то, на чем я хочу подумать и пристроить их, скорее всего, куда-то. Немножко, знаете, чувствуешь себя дискомфортно, когда видишь такую пустоту у себя на полочке. Вы должны это видеть. Это реально моя слабость. Эта полочка просто ломится от румян, от хайлайтеров и от бронзеров. Мне немножко стыдно, но, в общем, давайте посмотрим, что у меня здесь находится. Эту палетку я купила специально для того, чтобы сравнивать ее с другими существующими оттенками у Диноны. И вы не поверите, ребят, я купила ее всего лишь за 18 долларов, по-моему. Тогда как, если вы решите купить ее на Сифоре, где она на распродаже, она стоит там где-то около 40 долларов. Но когда она только вышла, она стоила в районе, может быть, сколько там, 80 долларов. В общем, посмотрите на эту красоту. Видела много блогеров, которые избавляются от этой палетки, но так как для меня это что-то новое, и у меня не было до этого такой огромной палетки с таким большим количеством хайлайтеров и румян, я была очень рада приобрести ее. Опять же, для того, чтобы сравнивать ее с другими продуктами от Диноны, я до сих пор ее даже не использовала. Я не знаю, почему. Красиво смотрится, и как-то мне пока, наверное, нет резона начинать ей пользоваться. Мне очень нравится, как она закрывается. Тут такой магнит имеется. Вот эти наши товарищи от Бекки, я это не буду выкидывать ни в коем случае, потому что Бека закрывается, и понятное дело, что я хочу, чтобы у меня какая-то была... Что-то было от Бекки хотя бы. Я даже планировала, возможно, купить хайлайтеры, хотя я смотрела многие видео. Американки говорят, что вообще нет смысла поддерживать бренд, который закрывается. Тот факт, что он закрывается, не значит, что мы должны как-то помочь им не закрыться. Это все же решено за нас. Я считаю, что если вам нравится какой-то хайлайтер, и вы знаете, что вы не можете без него жить, вот если он пропадет, то все, почему не купить бы его? Не знаю, я, возможно, куплю какой-нибудь хайлайтер, который у них самый знаменитый, называется он, по-моему, Opel или Champagne Pop, да, Champagne Pop называется он. Кстати, одна из теорий, почему закрылась Бекка, это потому что у них не было продуктов типа карандашей для бровей, чтобы люди постоянно возвращались к ним. Сколько нужно времени, чтобы закончить хайлайтер или румяна? Очень много времени, правильно? Очень жаль, конечно, потому что Бекка, это, наверное, один из тех брендов, которые кто-то попробовал в первый раз, и это стало двигателем того, что люди стали влюбляться в макияж. И это был, по-моему, пробник. Я получила его, когда покупала их No Pigment Foundation. Они, кстати, очень щедры с пробниками, мне это нравится. Это типичный такой розовый оттенок а-ля Барби. У меня это оттенок Camellia, и я очень рада, что у меня хотя бы есть что-то от Бекки. Так, у меня имеется румяна от Colourpop. Я напомню, что когда делала деклар, я выкинула одни румяна, которые были самые яркие. Они были прям такого, знаете, супер яркого ультрамаринового цвета фиолетового. Эти румяна я, кстати, использовала сегодня, по-моему, если не ошибаюсь. Смотрится очень естественно на щеках, мне нравится определенно. Этот цвет такой пыльной розы, конечно, мы все любим этот цвет. И этот цвет у меня здесь просто потому, что у меня нет такого светлого оттенка румяна в моей коллекции. Я это поэтому оставляю 100%. Вот эта вещь от Makeup by Mario. Продукт этот невероятно липкий. По заявлению Makeup by Mario, ну или Mario, этот продукт, он не должен быть липким. Это неправда, потому что этот хайлайтер, он настолько липкий, что вас прилипнет все к нему, включая кота, включая ваши волосы, включая пух. И эту вещь я, наверное, храню, потому что у меня с ней теплые воспоминания. Все-таки пока мне не хочется выбрасывать продукт, который я купила не за 5 долларов. Хайлайтер от Наташи Диноны, обожаю его, самый любимый мой хайлайтер. Очень красиво смотрится на щеках, обожаю его. Хайлайтер от Анастасии Beverly Hills, это тоже моя новинка. Кстати, не знаю, почему я в упаковке все его еще держу, потому что таким образом не хочется открывать его лишний раз, да. Это очень классный хайлайтер, и он у нас также в золотистом оттенке. Мне нравится вот эта вот волнистость в нем. Я очень рада этому хайлайтеру от Urban Decay. Это один из тех хайлайтеров, которые должны быть, если вы любите что-то интересное в косметике, да. Этот хайлайтер, он уникален во всех смыслах этого слова, потому что он дает вам блеск, который отличается, допустим, от той же самой, не знаю, Анастасии или Наташи. Нетипичный финиш дейхайлайтер, я бы сказала, это так. И поэтому, наверное, мне он так нравится, я не жалею, что я купила его. Он, кстати, дуахромный, блестки, они, мне кажется, немножко более крупные, и именно это делает его таким уникальным. Мини-палетка от Наташи Диноны. Мне кажется, что иногда я понимаю, что гораздо лучше на мне смотрится именно этот бронзер от Nabla, потому что он дает гораздо более естественную тень, как мне кажется. И, как можно видеть, я его использую очень и очень часто. Румяна от Nabla, конечно же, мы их оставляем, они из той же самой коллекции Skin Glaze. Потрясающе красивый оттенок, мне нравится, как он смотрится. Очень приятная формула, мне нравится. Дальше я вижу румяна от KVD, когда их открывала, случайно ногтем туда заехала, и поэтому у меня такая красивая впадина в них. Эти румяна от KVD, ребят, держатся просто весь день, как будто бы у вас они приклеены к коже. У меня это оттенок FIONI. Не самый популярный оттенок, я это знаю, но меня он привлек тем, что он отличается от того, что у меня есть. Румяна от Natasha Denona, мы получали это в адвент календаре, да, он лук фантастик. И это красиво очень дуо, но, конечно, румяна они прям такие, знаете, слишком яркие, как мне кажется. Но хайлайтер прикольный. Нравится иногда использовать и эту палетку. Вот видите, сколько уже мы нашли румян здесь, просто несчетное количество. Это хайлайтер у нас от Purr вместе с коллаборацией с Barbie. Я сейчас понимаю, что мне напоминает он немножко даже Anastasia Marley Hills и ее Eyes Out хайлайтер. Это гораздо более желтый хайлайтер, поэтому, наверное, я его храню просто как для своей коллекции. Двое румян от Patricota, я уверена, что я показывала их очень-очень много раз. Да, это тоже очень красивый оттенок. Мне кажется, я сейчас понимаю, что он очень похож на KVD и ее Peony. Или Peony? Peony, в общем. И это у нас румяна-бронзер. Бронзер неплохой, но я говорила вам уже, что он очень даже хорошо рыжит. Эта палетка от Dior стала моей любимой палеткой, когда я хочу, например, использовать такой хайлайтер, который будет, естественно, смотреться, но при этом интересно. И это та формула, которую я раскрывала и поняла вообще, в чем весь хайп насчет хайлайтеров или вообще продуктов от Dior. И я, кстати, использовала сегодня эту палетку на своем лице. И мне нравится, как это смотрится. Очень красиво и дорого. Дальше мы идем к чему-то более интересному. Хайлайтер от Ofra. Я покупала его на Черную пятницу. Изначально я была в большом восторге попробовать ее хайлайтеры, потому что они все говорят, это, типа, одна из самых лучших формул в мире. И мне показалось, что этот хайлайтер, он слишком-слишком такой, как морозный. Дает большое для меня сияние именно вот этого вот серебристого сияния. И мне это не очень, на самом деле, прельщает. Это может смотреться очень красиво на руке, например, но когда я наношу это на лицо, мне кажется, это слишком смотрится. Вот, ну, неестественно, что ли. И это, кстати, один из ее самых топовых оттенков, Star Island. Я пытаюсь еще проникнуть с этим хайлайтером, но, в общем, пока пытаюсь. Дальше это у нас палетка от MAC из их новогодней коллекции. Опять же, Fireworks. И это очень интересная, кстати, текстура. Она как такая бархатная. Ну, не знаю, может смотреться не очень дорого, не очень по-люксовому. Мне нравится, на самом деле, эта палетка. Почему? Потому что здесь можно найти, как мне кажется, хайлайтеры вот и на день, и на вечер. Самый, наверное, мой любимый оттенок это вот этот. Он очень интересно раскрывается на коже. Этот оттенок золотистый, тоже пигментированный, но не слишком смотрится, я бы сказала, вызывающе или что-то вроде того. А этот оттенок самый белесый. Он, да, он тоже очень красиво смотрится. Хоть часто многие говорят, что вот MAC, неинтересные у них релизы. Не знаю, мне кажется, что когда дело касается именно продуктов для лица, тон у них тоже хороший. Но вот именно хайлайтеры, мне кажется, они знамениты ими очень. Ну и румяна, конечно, кстати, у них вышла коллекция очень интересная с их румянами, как весенняя коллекция. И меня она так заинтересовала, я так хочу купить что-нибудь из их новой коллекции. Две палетки от Hourglass, конечно, куда без них. У меня тут уже Project Pen намечается. Я использовала невероятно большое количество раз вот именно этот оттенок хайлайтера. Он просто идеален. Все остальное мне тоже нравится здесь, это факт. Но еще, конечно, румяна у меня тут тоже очень даже хорошо подиспользованы, как это можно видеть. И если быть честной, это моя самая любимая палетка от Hourglass, потому что это другая палетка, которая вышла у нас, по-моему, в прошлом году, получается, да? Мне она не так нравится, как предыдущая, потому что в ней невероятно теплый бронзер. О, мы видим хайлайтер от Селены Гомос, конечно, без него никуда. Палетка от Анастасии. Я, кстати, хотела ее выбрасывать или передаливать кому-то. Но когда я сделала свотчи одного из этих хайлайтеров, по-моему, вот этого, я была просто в восторге и я не захотела выкидывать ее, поэтому определенно ее и оставляю. Палетка от Makeup Revolution я, кстати, вчера и пользовалась. У этих хайлайтеров, на удивление, очень хорошая формула. Они невероятно блестят. У них такой блеск, который виден буквально за километр. Надеюсь, вы, ребята, видите, как блестят эти хайлайтеры. Эту палетку мы 100% оставляем. Ее я хочу даже чуть больше использовать. И последнее, что у меня имеется здесь, это достаточно знаменитая палетка от Benefit, которую я купила, может быть, года полтора назад точно. Я почему-то думала, была уверена, что я буду часто ее очень пользоваться, но как-то вот не сложилось у нас. Не сложилось, да, не знаю. Мне, наверное, не очень нравится оттенок этого бронзера. Я не могу сказать, что это мой идеальный оттенок, как оттенок бронзера от Nabla. Это странно, но, в общем, я постараюсь сейчас пользоваться ей чуть почаще. И сейчас мы красиво организуем все мои хайлайтеры и румяна. Я не думаю, что я, кстати, буду избавляться от чего-либо, потому что мне все нравится. И пока что еще не время, как мне кажется. Как вы заметили, наверное, ребята, у нас уже достаточно хорошо потемнело, и я не большой любитель снимать, когда у меня нет естественного источника света. Я считаю, что таким образом вы не сможете увидеть настоящий цвет продукта, потому что цвет он очень многое меняет на самом деле. Поэтому я вернусь к вам буквально через секунду. Для вас это будет секунду, для меня это будет завтра. Следующий день настал. Теперь пришло время посмотреть, что нас ждет дальше в моем ящике с косметикой. Поехали. Теперь в этом ящике я обычно храню косметику от Худы, плюс палетка от Patmograph, потому что она такая большая, ее мало куда можно поместить. Эта палетка наиболее... нет, эта палетка наиболее новая. Мне нравится цветовая гамма этой палетки. И мне, конечно, нравится здесь гораздо больше именно шиммеры, чем матовые оттенки. Другая большая палетка от Худы. Это ритроградный Меркурий. Это шикарная палетка здесь, и невероятно здоровский шиммер. А самая последняя, по-моему, была ее палетка Gold. Палетка Gold, она очень красивая. Если вы любите такие золотистые оттенки, то вам она понравится. Но не помню, если честно, насколько людям она зашла. Мини-размер туши, это как пробник туши от Худы, ее ресницы, которые мы получали в Beauty Box. Не готова, наверное, пока еще их пробовать, потому что я знаю, что мне нужно будет их обвязать, и тогда эта красота уйдет. И, в общем, да, я не знаю, что с ними делать, если честно. Это у нас от Makeup by Mario. Раствор, который делает тени более блестящими и жидкими. Ее помада также из Beauty Box, которую я, по-моему, даже еще ни разу не пробовала. Смотрите, как она красиво смотрится. Мне кажется, это будет очень здоровским цветом на день, когда вы хотите, чтобы ваш образ выглядел таким экстра остреньким. Все остальное от Худы, это все также из Beauty Box, в смысле из Advent календаря, да. Advent календарей, это, знаете, такой способ очень здорово пополнить вашу коллекцию косметики. Но, опять же, не все, что мы получаем из Advent календарей, оно пригождается нам, не так ли? В этом ящике у меня находятся пудры и также помады от Lizzy Eldridge. Да, я, если честно, не так часто ими пользуюсь, как я хотела ими пользоваться. Дальше две палетки теней мы видим от Tom Ford и также от Urban Decay. Я, кстати, не стала покупать новую палетку Urban Decay, именно потому что я не считаю, что к Urban Decay у меня так часто рука тянется почему-то. А эта палетка, она хороша очень на день, когда вы хотите естественный макияж, но при этом, чтобы он выглядел дорого. Это хорошая палетка, но, опять же, здесь очень такие, знаете, естественно выглядящие шиммеры. Это не Динона какая-нибудь с ее шиммерами, которые прям, ух, так показываются на глазах. Пудра или как салфетки против жирного блеска от Selene Gomez Rare Beauty. Мне кажется, этим я буду пользоваться гораздо больше и чаще в летнее время года, поэтому, наверное, это пока лишь здесь, потому что все-таки это что-то вроде пудры, правильно же? Так, и здесь у меня все пудры, которыми я пользуюсь. И, кстати говоря, это новая пудра от Cosas. Я делала на нее обзор в своем недавнем видео, и я пользуюсь ей так же часто, как и пудрой от Fenty Beauty. Можно видеть, что у меня здесь достаточно много продукта уже использовано, и я обожаю обе эти пудры. Но если я хочу, например, гораздо больше покрытия, то я использую пудру от Fenty, потому что пудра от Cosas, она чуть более естественно дает вам финиш. Это у меня пудры от By Terry. Кстати, эту пудру я хотела отдать маме, потому что у меня есть точно такая же пудра, которую я уже использовала. Вот так она выглядит. Это, знаете, очень интересно выглядящая пудра, потому что она напоминает мне румяна, вот, но это пудра. Поэтому это можно, мне кажется, убрать и положить в мою посылку, которую я буду отправлять в Россию. Не помню, если честно, насколько мне понравилась эта пудра или нет, но это интересный продукт. Это также рассыпчатая пудра от By Terry. Это прикольная пудра, потому что она невероятно хорошо блюрит зону под глазами. Ее не нужно много использовать. Валя, у вас кожа такая прям супер гладкая под глазами. Мне очень нравится эффект. Это пудра от CoverGirl. Я ее купила, потому что очень многие американские блогеры рекомендовали ее. Она также хорошо блюрит, хорошо убирает жирный блеск. Я нашла ее случайно, если честно, где-то в залежах косметики. И еще пока не пробовала ее, не помню, какой у нее эффект. Это у нас палетка праймеров от Makeup by Mario для глаз. Мне кажется, я иногда предпочитаю использовать праймер от Urban Decay. Старый проверенный праймер. Мне не нравится, знаете что, то, что вот эта часть праймера, она очень часто высыхает. Да, то есть вы можете опять пройтись пальцем, и она обратно будет кремовой. Но когда вы долго не пользуетесь этим продуктом, он имеет свойство как будто бы подсыхать. Я не знаю, у всех ли такое бывает. Тоже дорого-долларовый праймер. Эти две пудры у меня от NYX. Я покупала их тоже, по-моему, по советам блогеров, если не ошибаюсь. И вы знаете, что у них срок годности 6 месяцев. Нет, у этой 6 месяцев, у этой 12 месяцев. И я даже не помню, когда я покупала ее, хороша ли она еще в использовании. Потому что все-таки, мне кажется, 6 месяцев прошло с момента покупки этой пудры. Обе пудры неплохие. Все-таки это пудры бюджетные, поэтому, определенно, проблем у меня с ними нет. Эта штуковина позволяет менять тени на кисти, которую вы используете. И помогает это очень в работе, когда используете вы одну и ту же кисть. В макияже, который вы делаете, пудра от Бекки. Ее я точно не буду пока выкидывать, потому что Бекка закрывается. Сам бренд, и я хочу что-то сохранить от Бекки. Я не могу сказать, что это моя любимая пудра, потому что я не вижу такого прям суперклассного эффекта, как, допустим, с пудрой от Байтери или с любой другой пудрой. Поэтому просто для воспоминаний. Знаете, она у меня здесь лежит. Сточка от Байтери, которая шла вместе с пудрами, я ее тоже очень редко пользуюсь. В общем, тут я не думаю, что что-то нам нужно убирать, и я просто оставлю все, как было, потому что я пока что удовлетворена с тем, как это все смотрится у меня здесь. Знаете, наверное, вот эту вещь я положу вместе с праймерами, а не с пудрами все-таки. Дальше. Здесь у меня находятся все мои праймеры, которыми я пользуюсь, наверное, не так часто, как праймерами, которые лежат у меня в моем ежедневном ящике с косметикой. Это вообще у нас просто пустая упаковка, батарейки, о боже. Первый праймер, который, как мне кажется, у меня был дольше всего в моей коллекции, это праймер от Эльф. Это масляный продукт, и он невероятно жирный. Мне кажется, я в одном из видео давно-давно еще подумывала о том, что я хочу выбросить его, потому что мне не очень нравится, как он работает, хотя, в принципе, он не ощущается сейчас таким жирным. Возможно, я постараюсь чуть больше пользоваться продуктом этим, перед тем, как я от него избавлюсь, почему нет. Праймер от Smashbox, он у меня был очень и очень долгое время в моей коллекции. Мне кажется, он уже даже не так хорошо будет себя показывать в работе, поэтому от него мы избавимся. Так, это у нас Makeup Revolution, это у нас праймер от Sleek. Мы получали этот праймер в одном из Advent календарей, по-моему, если я не ошибаюсь, или Beauty Box. Я еще пока им прямо-таки не начинала конкретно пользоваться, чтобы понять, какой у него эффект хороший он или плохой, извиняюсь, у меня фокусировка скачет. Праймер от Makeup Revolution для того, чтобы заблюрить ваши поры. Я даже не помню, какой он у нас по консистенции. Да, он такой обычный, в принципе, праймер блюрящий. Не пользовалась им очень давно. Возможно, нужно опять начать им пользоваться. Это у нас CC-крем от By Terry. Мы получали его, опять же, в Beauty Advent календаре. Не пользовалась еще ни разу пока. Мини-размер пробника Strop Cream от MAC. Есть полный размер, который, как мне кажется, уже у него истек срок годности, поэтому с ним, наверное, от него нужно избавляться, как мне кажется, потому что все-таки у меня есть маленький размер. Дальше праймер от Huda Beauty. Он выходил у нас вместе со стиковой основой от Huda. Полный год назад это было. Мне кажется, что праймер этот не такой увлажняющий, хоть он и обещает нам очень классное увлажнение. Тут имеется в составе спирт, и именно поэтому я не так часто к нему прибегаю. Но, однако, я прибегаю к нему, когда я хочу, чтобы моя кожа была чуть более матовой, чем обычно. KVD, Kat Von D, KVD Beauty. Я им не пользовалась так часто, как я этого хотела, потому что он очень липкий. И я знаю, что липкие праймеры, они хороши для, допустим, макияжа, когда у вас имеется большое... Когда вы используете большое количество шиммеров, и вы хотите, чтобы они закрепились на вашем лице. Этот праймер, он, во-первых, жидкий, что само по себе немножко необычно и странно. И праймер этот, не помню, чтобы он вызвал столько много положительных эмоций. Пока еще я хочу его оставить, если честно. Это знаменитый праймер от Becky. Вообще, нет, это не праймер, я немножко ошиблась. Это вообще основа без основы. То есть, это должно вам дать все то, что дает вам тональная основа, но без цвета. Это, на самом деле, очень хороший праймер, который блюлит, опять же, поры. Я им пользуюсь иногда, когда я, опять же, хочу, чтобы мои поры все исчезли. Чтобы не было на лице текстуры. И это реально хороший праймер. Это у нас тинт от Винки Люкс. Я покупала его прошлым летом. Мне нравится упаковка. Цвет изначально тоже был идеальным на мне. Но, ой, сейчас он мне кажется, он окислился. Но, чем больше я пользуюсь им, тем больше я понимаю, что он как-то скатывается на моей коже. И хоть и оттенок, он прям идеально подходит мне. Я не вижу, наверное, того, чего я хотела бы увидеть в тинте. Очень минимальное у него все-таки покрытие. Все-таки хочется его немножко еще потестить, а потом уже понять, нужен ли он мне в моей коллекции или нет. Так же, как и праймер от Эльф. Дальше мини-размер праймера от Бекки. Это праймер у нас с таким, как синеватым подтоном. То есть, он невероятно здорово должен подсвечивать вашу кожу. По-моему, эффект у него есть. Мне нравится, что я видела, когда пользовалась им. Это какие-то вообще маленькие аксессуары. И это у нас, опять же, Purr и коллаборация с Барби. Извиняюсь, у меня села камера. В общем, это рассыпчатая пудра от Purr в коллаборации с Барби, с кровочкой для тела. Мне почему-то казалось, что у хайлайтера этого для тела гораздо более такой желтый, желто-золотой подтон, оттенок. Но нет, все смотрится очень естественно, как мне кажется. Нужно, возможно, чуть больше пользоваться этим продуктом. И вот так мы разобрались с нашим ящиком с праймерами. Мне кажется, мы сделали очень даже хорошую работу. Следующее. О, боже мой. Здесь я храню те продукты, которые я знаю, что я не буду часто использовать. Или продукты, которые я очень редко использую. Или также продукты, которые я хочу, например, выбросить. Это у меня запасной вариант туши. Если вдруг у меня закончится какая-нибудь бюджетная тушь. Эта тушь мы получали ее в бьюти-боксе. Она лежит у меня здесь не открыта еще. Также палетка от Вейна Госса. Я точно помню, что многие русские блогеры, как Ленский бьюти, она ее выбросила. Ну, или передарила. Я тоже об этом подумываю. Потому что я, если честно, не пользуюсь ей так часто, как я этого хотела бы. И я, скорее всего, подарю ее маме. Потому что, ну, я не знаю. Я не могу сказать, что это формула теней этих. Она прям вау, супер классная. Мне кажется, она больше подойдет девушкам, которые все-таки еще только начинают знакомство с макияжем. Девушкам или женщинам, которые не хотят заморачиваться в растушевке. Эта палетка очень сильно понравится. У этого шиммера невероятно здоровское сияние. Мне нравится эта палетка. Нравилась. Но мне кажется, пришло время отдать ее в добрые руки. Тут столько много всего, если честно. Я даже не знаю, с чего начать. Это у нас крем, который я получала в бьюти-боксе в прошлом месяце. Он еще не открыт. О, это я покупала на Е-стайл. Я почему-то думала, что у меня оттенок кожи невероятно светлый. Поэтому я взяла самый светлый вариант из того, что у них было. И, как оказалось, это слишком светло на моей коже. Я выгляжу как привидение. Но формула мне очень даже зашла. Это без преувеличения одна из самых лучших формул кушона корейских, которые только имеются. И на Е-стайл у этого продукта очень-очень хорошие отзывы. Лак для ногтей. Это очень рандомный продукт в этом ящике. Палетка теней от Норвины. Я ее использовала невероятно большое количество раз. Это, наверное, первая палетка, с которой я начала знакомство с тенями вообще. У меня с этой палеткой много хороших воспоминаний. И я подумала, если честно, выбросить ее, потому что срок годности у нее 100% уже истек. Но я не знаю, оставить ли ее на видео с расхламлением палеток или же выбросить ее прямо сейчас. Дальше в палетка от Estée Lauder, которую мы находили в Blockbuster Box. Я 100% хочу, наверное, передарить ее, потому что мне не очень близка формула этих теней. Но зато упаковка, надо сказать, она очень красивая и милая у этих теней. Мне кажется, что половина продуктов, которые вы сейчас увидите, это даже неоткрытые продукты. Это у нас тушь, которую я получила в Ipsy. Это их собственный бренд. Ipsy Beauty Box. Называется он Item Beauty. Неоткрытая тушь еще даже. Это у нас, по-моему, тени от Enlighten. Бренд, опять же, из Beauty Box. Палетка теней от Seat London. Я ей пользовалась, может быть, раза два. И это неплохая формула. Мне кажется, они очень будут хороши на повседневную носку. Так, эти тени я даже еще не открывала. Мы получали их в Beauty Box. Прикольно смотрится, как мне кажется, да? Очень интересная цветовая гамма. И я их, скорее всего, передарю. Или, если я буду делать какой-нибудь розыгрыш среди моих подписчиков, возможно, и положу их туда. Помада от Estée Lauder. Я ее не использовала, как можно видеть. Это такой смелый красный цвет. 100% передариваем. Передариваем. У меня большое количество тут также однушек теней. Это у нас Colourpop. Это у нас Naked Cosmetics. Я даже, по-моему, не открывала их, если честно. Кремовые тени от бренда, который я не знаю, как произносить. Поэтому я не буду произносить его. Однушка теней от Nomad. Что-то еще тут у нас. Это давнишние у меня еще рассыпчатые тени тоже. Вау! Тени от Pixi. А это у нас бальзам для лица-бальзам для губ. Очень интересный продукт, кстати. Не могу сказать, что он плохой. Опять же, тени от Elf, которые я в одном из прошлых видео говорила, что я хочу избавиться от них. И, в общем, они тут лежат, соответственно, для этой цели. Другая палетка теней от Estée Lauder. Не моя цветовая гамма 100%. Именно поэтому я подумываю о том, чтобы избавиться от них. Тени в стике от Bobby Brown. И, наверное, 100 лет в обед. Я их покупала, наверное, года два назад точно. Очень такой красивый. Очень интересный цвет. Идеальный цвет для того, чтобы сделать какой-нибудь простой нюдовый макияж. Но они уже 100 летние, поэтому от них мы точно избавимся. Праймер от NYX, который мне вообще ни разу не понравился. Он делает так, что тени у вас не растушевываются. То есть он никак не делает растушевку гораздо более легкой. Блеск для губ от Estée Lauder. Его я тоже буду придаривать. Это слишком яркий оттенок для меня, конечно. Основа тональная от Rare Beauty. Мне она ни разу не нравится. Это, наверное, одна из тех основ, которую я наношу на свою кожу. И я понимаю, насколько она плохая. И мне хочется ее просто сразу стереть. Потому что она западает во все поры. Она потом еще окисляется на лице. То есть, да, это ужасное зрелище. Я не знаю, многим людям она нравится. Мне нет вообще ни разу. Тинты для губ от Anastasia Beverly Hills. Они у меня тут уже лежат с прошлого года, по-моему, если я не ошибаюсь. Прикольный тинт. Они реально остаются на губах у вас весь день. И это реально интересный продукт. Но вот что не очень у продукта этого, это цветовая гамма. То есть, допустим, вы видите, что это очень такой красивый пыльно-розовый. Но на самом деле, когда вы наносите его на губы, это почти такой же цвет, каким является, например, и вот этот цвет тинта для губ. То есть, цветовая гамма у них очень похожая. Вот это, наверное, то, что мне не нравится в этих блесках, в этих тинтах. Палетки теней. Это у нас палетка теней от Colourpop, которая у меня здесь очень давно. Я ей пользовалась в первое время очень и очень часто. Красивые розовые оттенки. Растушевываются они очень классно. Мне нравится, кстати, вот этот шиммер. Он просто потрясающе смотрится на глазах. Хорошо фигментирован. И здесь у нас один-единственный глиттер в этой палетке. А мне кажется, что пришло время сказать пока-пока о палетке этой, потому что она у меня слишком долго находится. И я не могу сказать, что я к ней так часто возвращаюсь. Лак для ногтей. Я не так часто пользуюсь лаками. Малютка теней. Мини-размер от Ilomasco. Очень красивые тени, кстати говоря. Очень у них такой хороший-хороший пигмент. Хоть многие говорят, что тени от Ilomasco не очень, посмотрите на то, как красиво они сияют. Я их, наверное, не хочу выбрасывать пока что, потому что мне нравится использовать эти тени как акцент на глазах. Жидкая подводка от какого-то бренда. Айстерика, по-моему, получала его в бьюти-боксе. Пускай она лежит, наверное. Хотя, да, пускай она здесь пока полежит. Карандаш для бровей от Rare Beauty. Без преувеличения. Один из самых худших карандашей для бровей, которые я когда-либо пробовала. Окей, во-первых, здесь нету щеточки для бровей. Это очень достаточно весомый аргумент. Хотя бы цвет этого геля для бровей. Он, по-моему, слишком темный на моих бровях смотрится. И дальше сам карандаш для бровей не подходит цвет ни разу. Хоть и на сайте написано было, что это, ну, обычный коричневый цвет, не темно-коричневый. Забыла сказать, палетка от Патрика Стара One Size. Я в таком восторге была, когда он вышел с ней. Я была просто в нетерпении сделать обзор на нее. И я сделала. И после этого я не могу сказать, что я хоть раз захотела сделать макияж с ней. Да, я делала с ней макияж, используя какие-то вот такие нюдовые. Не могу сказать, что это моя любимая палетка. Просто формула, которую он использовал, она, наверное, не самая крутая. Итак, что с этим мы будем делать? А, блеск от Givenchy, который я взяла в качестве пробника в Sephora. Он невероятно охлаждает. Или даже, я бы сказала, сжет губы. Мне понравился мне эффект от этого блеска. Хотя изначально я была в восторге попробовать его. Цвет очень красивый. О, халатер от Juillel. Мне кажется, в одном из видео я уже говорила, что я хочу его выбросить или подарить. Потому что это супер такой активный золотистый оттенок. Все никак не могу его выглянуть. Потому что, когда я смотрю на свотч этого халатера, мне этого не хочется делать, если честно. Просто посмотрите, как он красиво смотрится. Вот. Я хочу его оставить пока что. Слишком много этих теней находятся в моей коллекции. Поэтому от них мы избавимся. Как и, в принципе, от вот этих теней. Тени от Майел. Оставим их. Оставлю этот бальзам. Только положу его вот сюда. Давайте теперь как-то реорганизуем наше пространство с этим ящиком. Мне кажется, ребята, это был один из тех ящиков с косметикой. Смотря на который, я испытывала чувство стыда, что-то вроде того. Потому что я всегда думала, блин, сколько у меня там косметики. Так лень проходиться через всю косметику и понимать, что мне нужно, что мне не нужно. Что отдать нужно. Но благодаря вам мы сделали так, что этот ящик теперь выглядит настолько хорошо, насколько он никогда не выглядел. Просто посмотрите. В этом ящике у меня ничего интересного не находится. У меня находятся здесь в основном мои реснички. Которые я не так часто сейчас использую, как раньше. Он ломится буквально от ресниц. Тут, я думаю, что нечего набрасывать. Вот, плед для ресниц. В общем, да, тут все более-менее организовано, как мне кажется. И здесь у меня находятся в моем последнем ящике всевозможные спонжи, которые... Это, кстати, спонжа всегда грязнеет гораздо больше, чем любые другие спонжи. Салфетки для того, чтобы вытирать свой час рук. Коробка у нас с Urban Decay. Пала вместе с праймером. То есть это все шло в подарок. Супер классно смотрится, не так ли? Спрей для тела от E.L.F. Я избавилась от того, который был наиболее темно выглядящим на моей коже. Кстати, эта щеточка шла вместе с этим спреем. Ну, вообще ее отдельно покупала, но все-таки. Паковка от Hadatrad Pat McGrath. Я не знаю, почему она здесь. Но я решила сохранить это на память. Тикер от E.L.F., который я думала, что я буду чаще использовать. Но нет. И это спонж, который я еще даже не открывала. Спонж, который я получала в Beauty Box. Присоединяем в стиральную машину. И он так стирается. И это первый в мире спонж, который можно стирать в стиральной машине. Что, ребят, надеюсь, вам понравился наш сегодняшний деклатр. И также организация косметики. Ну, конечно, самая главная мысль этого видео, это было показать мою коллекцию косметики. Надеюсь, это удалось на славу. Так, котик у нас проснулся только что. И сейчас я покажу вам, сколько косметики нам удалось изъять из нашего ящика. В общем, это то, что мы имеем. Мне кажется, получилось очень даже неплохо. Сейчас мне нужно будет подумать, куда мне давать эту косметику. Разобраться с тем, набрасывать ли мне что-то или же передарить. Ну, ребят, надеюсь, вас немножко вдохновит это видео разобраться с вашей косметикой. Желаю вам хорошего дня, идеальных макияжных дней. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока!